Снеговая пать задыхается. Такой диагноз микрорайону поставили его жители. Воздух здесь портит мусоросжигательный завод, ведь ветром, который нередко дует в сторону домов, приносит едкий дым. Жильцы опасаются, что вредные вещества в воздухе превышают предельно допустимые нормы. Мы чувствуем гарь, мы чувствуем запах медицинских отходов. Мы видим в конце концов на подоконниках черную копоть. И это все от спецзавода номер один. По словам жильцов, бороться за чистый воздух они начали около трех лет назад. Но если тогда это были скорее индивидуальные жалобы, то сегодня за экологию микрорайона выступает уже большая инициативная группа. В Снеговой патье проживают около 10 тысяч человек. Петицию с просьбой принять необходимые меры уже подписали порядка 400 жителей. Мы можем сейчас наблюдать картину. Дым от спецзавода летит сейчас прямо на жилы дома, на адмирала Горшкова, 22, вот прямо сейчас. И, соответственно, мы все понимаем, что с этим надо бороться и как-то решать этот вопрос. Я была удивлена вообще, когда сюда переехала. Я не поняла, что у меня горит в квартире. Вот, оказалось, это все спецзавод. Ну и я здесь снимаю квартиру и все же борюсь за этот район. Жители Снеговой пати выступают за модернизацию системы очистки, либо за полную остановку завода. Но, безусловно, люди понимают, что завтра или через месяц это сделать нереально. Спецзавод номер один построили в далеком 1979 году, тогда еще на практически пустом месте. Но со временем вокруг него выросли новые дома и районы. Сегодня специалисты стараются держать ситуацию под контролем и принимают всевозможные меры для безопасности горожан. В 2000 году на предприятии были произведена модернизация газоочного оборудования. Поставили другую систему очистки дымовых газов, улучшили отбор тяжелых летучих веществ сажи. Степень очистки достигалась до 95%. Кроме того, в 2014 году модернизировали систему контроля за работой котлов. Иными словами, за давлением воздуха и температурой в каждой зоне горения, что также позволяет значительно уменьшить вредные выбросы. А два раза в неделю, утром и вечером, на территории трех детских садов и школы в микрорайоне «Снеговая пать» замеры проводят специалисты Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды «Примгидромет» и Краевого управления Роспотребнадзора. В соответствии с лабораторным контролем, который проводится у нас два раза в неделю, два раза в день, контроль качества атмосферного воздуха по приоритетным загрязнителям соответствует гигиеническим требованиям. Однако, стоит отметить, что в администрации города рассматривают вопрос о последующем закрытии завода, ведь его оборудование постепенно устаревает и требует дорогостоящей модернизации. Это касается и систем экологической очистки. Сейчас на спецзавод номер один поступает около 30-35% всего объема твердых бытовых отходов в городе. Таким образом, мусор мог бы поступать на утилизацию на новый мусороперерабатывающий комплекс в районе улицы Холмиста-1. Именно такой вариант сейчас и прорабатывают специалисты. Но возможным это станет лишь после введения в эксплуатацию очередных площадок для захоронения оставшегося после сортировки мусора.